В ближайшие 2-3 часа должно наконец решиться, допустят ли к олимпийским соревнованиям по плаванию наших титулованных Никиту Лобинцева, Владимира Морозова и Юлию Ефимову. Все трое оспаривают свое отстранение от игр. Автоматическое, просто по факту попадание в скандальный допинговый скандал Макларена. Иски в арбитраж, который работает на месте в Рио-де-Жанейро, были поданы еще в конце минувшей недели. На решение по регламенту отводилось не более суток. Но вот все затянулось. Плавцы не единственные, кто подал жалобу. В арбитраж, как стало известно сегодня, обратилась Федерация грибного спорта России. Есть и другие иски. Тем временем наши олимпийцы, которых допустили, продолжают тренировки. Олимпиада открывается уже в эту пятницу. Из Бразилии репортаж Антона Вольского. За этими дверями проходит тренировка российских гимнастов. У нас есть уникальная возможность посмотреть на нее. Российская сборная по спортивной гимнастике, одна из немногих российских команд, которая доехала сюда, до Рио-де-Жанейро, без потери допинговых скандалов. Но, несмотря на это, судьба каждого олимпийца до сих пор висит на волоске и зависит от решения комиссии, состоящей всего из трех человек. Наши спортсмены признаются, что уже полностью перестроились на бразильское время и влились в привычный график тренировок. И только тренер замечает, что нездоровая атмосфера вокруг нашей сборной не может не отражаться на общем настрое. Мы же не только отдельные гимнастики, мы же дружим со всеми спортсменами, причем очень много. Это и синхронные планы, и художественные гимнастики. Одна общая семья сборной команды России, конечно, мы все друг за другом переживаем. По данным Международного олимпийского комитета, в остающиеся пять дней до открытия Олимпиады, специальная комиссия, заседающая здесь, в Рио, должна будет одобрить состав всей нашей сборной, утвердить или дисквалифицировать каждого спортсмена. Поэтому сюрпризы еще не исключены. Но спортсмены стараются об этом не думать. Наши волейболисты провели спарринг-тренировку со сборной Италии. Фактически это товарищеский матч, только без зрителей, судей и счета. Хотя тренеру и без цифр на табло понятно. Сопернику нашей сборной один. С собой справимся, тогда остальное все. Справимся с остальным. Итальянцы на Олимпиаде в Лондоне заняли третье место. В команде играют двое русских. Олег Антонов – сын серебряного призера Олимпийских игр 1988 года, волейболиста Ярослава Антонова. И Иван Зайцев – тоже продолжатель волейбольной династии. Его отец – знаменитый советский волейболист Вячеслав Зайцев. Но, несмотря на командную принадлежность, итальянец по рождению в душе болеет за русских. Я даже боялся, что вообще российские атлеты вообще не приедут. Даже такая была вероятность. Я думаю, что осень будут еще сильнее и более злее в этом случае. Наша сборная продолжает пребывать в Рио. Сегодня ожидается прилет команды по гребле, значительно сократившейся после серии дисквалификаций с 28 спортсменов до 6. Те же, кому посчастливилось получить путевку на игры, признаются, что выступать в такой атмосфере непросто, но оттого еще больше нацелены на победу. Это обида, которая перерастает в такую злость спортивную, скажем так, которая может, я надеюсь, она выплеснется в результаты, в медали, в победы. Это у нас уже давно продолжается. То есть мы уже были на сборах, и вот это вот все время продолжается. Едем, не едем. Ну, конечно, это, мягко говоря, морально выматывает, но заставляет мобилизировать все силы для того, чтобы доказать всем, что Россия сильная. Ну, а пока силы мобилизуются на тренировках. О допуске или недопуске наши олимпийцы стараются не думать. Все силы на подготовку. Спокойным быть, выдержать психологически и сделать просто свое, и уже потом посмотрим, что будет. Ну, а главное решение сегодня будет принято вот в этой гостинице. На время Олимпиады сюда из Лозанны переехал олимпийский арбитраж. И сегодня здесь рассматриваются иски российских пловцов Никиты Лобинцева, Владимира Морозова и четырехкратной чемпионки мира Юлии Ефимовой. Вот за этими дверями сейчас и решается судьба российских пловцов. Олимпийский арбитраж обещал все решения выносить в течение суток. Впрочем, эти сроки уже сорваны, поскольку иски были поданы позавчера, решения нет до сих пор. И по некоторым данным вердикт будет объявлен, когда в Москве уже будет заполночь. Антон Вольский, Юлия Заграничного, Дмитрий Волков, Никита Севастьянов. Первый канал Рио-де-Жанейро.